Здравствуйте, друзья! Сегодня бы я хотела вам рассказать о таком вот планшетном компьютере фирмы DIGMA PLANE 10.7 версии 3G. Камера тут 2 Мп, а фронталь 0,2 Мп. Android 4.4.2 версия KitKat. Встроенный Wi-Fi, 3G, Bluetooth. Встроенная память максимальная 8 ГБ. В этом планшете еще есть 2 симки. Их можно использовать поочередно. Хотя и вставлены они и две. Есть еще GPS-навигация. Сама общая батарея 5000 мА. Вот он у нас тут все написано. Что тут у нас? Самые последние версии Bluetooth. 3G. Как я уже говорил, и Android такой же. И еще, заметьте, что тут 4-ядерный процессор. Очень... Очень хороший, мощный. Так, ну что... Сделан он, конечно, китайскими нашими партнерами. Производитель Nippon Click Systems LLP. Гарантийный срок у этого планшетного компьютера 1 год. В комплекте, вместе с планшетом, в этой коробке шел сам планшет. Вот он такой вот, как вам сейчас видно. Такой вот он, Digma Plane, камера. Вот тут прибавка звука, блокировка. И вот здесь есть маленькая щелочка такая, отверстие. Это написано Reset. Это сброс настроек планшетного компьютера. С этим планшетным компьютером еще шел такой вот зарядник для этого планшета. USB переходник, как вы видите, я его еще не открывал. Он мне пока не понадобился. И шли две инструкции. Вот в этих инструкциях все очень четко описано и ясно. Вот тут гарантийный талон. Сейчас я расскажу вам о самом планшете. Вот он планшет. Вот здесь вот есть камера. Это как по-молодежному для селфи. Вот здесь камеры, чтобы снимать какие-либо фотографии, чтобы вам было удобно. Вот тут находится вспышка и фонарик. Вот тут, вот сюда мы подключаем наушники, чтобы слушать музыку. Вот здесь вот USB переходник, который мы вставляем в компьютер и также мы заряжаем этот планшет. Вот здесь мы видим, что здесь вот есть такая небольшая пластиночка. Мы ее можем открыть. Вот сюда засовываем палец. Продвигаем чуть-чуть и открываем. Тут мы видим внутреннее строение нашей камеры. И вот сюда входят две симки. У меня тут, как вы видите, вставлена одна, теле два. Вот сюда входит карта памяти. У меня она тут на 2 гигабайта. Чтобы ее вставить или вытащить, вот нажимайте на нее легким движением. Хоп, и она сама, как сказать, вылазит. И обратно ее так же. Простым движением. Теперь берем, закрываем это. Закрывать тоже вот нужно. Ставить это все в пазы. Аккуратненько, чтобы не сломать. И тихонечку нажать. И удостоверить, что тут все закрыто. Теперь перейдем к внутренней части. Вот тут оранжевая кнопка блокировки. Нажимаем на ее один раз. Появляется у нас тут рабочий стол. Вот тут блокировка. Можно зайти в Google, в камеру и разблокируясь. Мы разблокируем планшет. Вот тут видим наш рабочий стол, на котором мы производим работу. Тут есть некоторые ярлыки, с вами приложения. Зайдем в настройки. Настройки, вот как вы видите. Wi-Fi, Bluetooth, передача данных. Экран, память, батареи, приложения. Тут все можно настроить для вашего планшета, как вам нужно. Вот тут дата и время. Заходите в даты и время. Дата. Выбирайте тут дат, где вы живете и какое сейчас число, месяц и год. Время. Ну, время так же. Перелистывайте и все. Так, можно выбрать 12-часовой формат времени, а можно и 24-х. Так, выходим из этого. Теперь нажимаем функцию о планшете. Нажав функцию о планшете, мы видим обновление прошивки, общую информацию, юридическую информацию, модель саму этого планшета. Вот версия Android 4.4.2. Прошивки тут все, версии ядра, номер сборки, версии оборудования. Ну, еще такая вот незначительная частица, вот у всех андроидов я заметила. Вот на версию Android нажимать несколько-несколько раз. Вот. Получается буква К. Так как у нас планшет называется Android 4.4.2 KitKat. Вот мы ее просто покрутили, и вот выявилась такая у нас картинка Android. Ну, выходим из-за этого, это нам не нужно. Выходим. Теперь также мы должны позаботиться о защите своего планшета. Также сюда нужно скачать антивирусник, очистку ваших ненужных файлов и плохих фотографий. У меня этот антивирусник и ускорение этого планшета, очистка антивирусника. Также это у меня приложение 360 Security Lite. Скачать его очень легко. Нужно зайти просто в Play Market и забить нужное название. Вот как мы тут видим ускорение, нам нужно планшет ускорить на 22%. Мы нажимаем ускорение вот на ракету на такую, и у нас планшет ускоряется. Написано «Отлично! Быстрее, чем 91% от DIGMA пользователь». Вот также можно такие предложения скачать, но это за деньги. Ускоренный запуск игр, температура телефона. Вот у меня написано, что 4 предложений работают сейчас аномально, нагревая телефон. А температура телефона 20 градусов по Цельсию. Ну, по термометру у нас сейчас такая же температура и в доме. Вот, можно еще найти файловый мусор. Вот мы нажимаем «Проверить», «Сканировать». Сейчас идет сканирование. 14 мегабайт удаляемых. Мы просто нажимаем кнопку «Очистить». Вот здесь написано «Дигма», «Системная неполадка», но остальные мусорные файлы. Я сначала думал, что системную неполадку не нужно удалять, потому что вдруг этот планшет станет плохо работать. Но это не так. Вот нажимаем «Очистить» и все. Потом такое еще приложение есть, вот как «Антивирус». Нажимаем на него и «Сканировать». Здесь могут появляться оповещения на верхнем углу планшета, так как ваш телефон давно не сканировался, или нужно ускорить этот планшет. Сейчас вот идет поиск вирусов. Написано «Нет уязвимости», и это очень хорошо. Вот у нас тут вылезло «Опасные приложения 1». «Мониторинг в реальном времени». Что это такое, мы не знаем. Значит, нажимаем «Исправить все». Угрозы не найдены. Это для нас лучше всего. Ну вот тут как клавиши «Назад», «Возвратить», «Свернуть», «Свернутые приложения». Еще вот нам всем известный «Окей Гугл». Это вся молодежь знает, и, наверное, даже взрослая. Вот просто нажимаем на «Голосовой поиск» и что-то говорим. Допустим, «Картинки». Вот тут появляются картинки, любые. Вот, без разницы. Теперь все сворачиваем. Ну вот сюда можно еще скачать многие приложения, как через Play Market. В него нужно сначала зарегистрироваться. Вот я зашел в камеру. И так вот еще в этом планшете, вот сюда вот мы нажимаем на кнопку «Проводим», то есть вот у нас вот появляются все оповещения. Вот просто нам, которое оповещение не нужно, мы по нему вот так проводим, и все. Также в этом еще файлике, который мы сейчас открыли, появляются также от нашего антивирусника и приложения 360 Security Light. Вот, допустим, «Ускорить». Фонарик вот даже есть. Вот нажимаем на «Фонарик», ну, и он вот светит чуть-чуть. Уберем. Вот здесь мы это можем также провести. Вот тут есть. Тут нужно обязательно назвать свой планшет. Вот у меня записано «Саша Челноков». Но это можно и переименовать. Вот тут этот Wi-Fi, который можно включить и выключить. Вот я сейчас нажимаю «Wi-Fi выключен», нажимаю «Включен». Теперь вот тут еще есть опция Bluetooth, на которую нажимаем, можно передавать файлы. Еще можно включить режим полета, и тогда Wi-Fi и интернет у вас работать не будет. Когда мы отключаем режим полета, включаем режим полета, то есть, вот, и у нас отключаются все приложения, которые работают по интернету. И когда мы заряжаем телефон в режиме полета, то эта батарея будет заряжаться дольше и медленнее отдавать свой запас. Вот тут еще можно убрать яркость. Вот. Плюс, минус. Что-то еще есть. Вот можно еще включить поворот и не поворот планшет. Вот мы отключили поворот, у нас планшет будет только в вертикальном состоянии. А вот нажали, включили функцию поворот, он у нас может быть и в горизонтальном, вот в горизонтальном и в вертикальном. Ну что еще? Тут вот очень хорошая камера, мне нравится. Но я такой камеры не пользуюсь, вот которой сейчас. Просто обычные камеры. Сейчас вот у меня монитор впереди, это ничего, ну, не видно, темное состояние. Я этой камеры не пользуюсь, я закачал сюда камеру, такую вот камеру MX, на ней очень хорошо снимать видео. И еще просто кэнди-камера, это для простых приложений. Ну, также вот сюда игры можно скачать, работать. Вот тут еще есть такая программа. В API's Office, тут есть, сюда можно закачать разные, ну, электронную книжку, как бы, сюда книгу, по которой можно читать в формате Word. Вот, открывать разные приложения, которые ты вот загружаешь себе на планшет, ну, и так далее. Все это мы сворачиваем, нам не нужно. Ну, и вот, допустим, мы берем, вот сюда нажимаем, тут есть еще аудиопрофиль. Ну, вот аудиопрофиль со звуком, без звука, вибрации. Вот еще вот тут есть такая функция данные, вот две стрелочки вы увидите. Это когда у вас на телефон подключен, ну, то есть на планшетный компьютер подключен интернет, то вы легко нажимаете на данные, у вас выявляется такая штука. Будет, внимание, будет открыто соединение для передачи данных, что может произвести передачи данных и связанным с этим расходом. Нажимаем ОК, это ничего не страшно, так как если интернет у вас подключен. И вот заходим, допустим, в социальную сеть ВКонтакте. Все у нас прогрузилось, вот тут разные новости. И так что это будет работать очень хорошо. Все это выходим. Теперь отключаем данные. Wi-Fi тоже. Ну и, когда вот, допустим, мы хотим позвонить с планшетом, но с планшетом, вот с такого, ну, с большого планшета очень неудобно звонить. Но когда вот заходим в функцию звонок или еще какие-то, вот нажимаем, допустим, клавиатуру. Вот, ну и так же вводим и нажимаем на звонок. Так же можно и сделать видеозвонок. Но это нужно иметь специальную программу. Ну и так же на этот планшет можно закачать скайп и все. Все, что вы хотите. Разные игры, приложения, как я вам уже говорил. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, без лайки. Пишите комментарии, на которые мы с удовольствием ответим. Вопросы про этот планшет, если вы хотите его приобрести. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok